Европейская комиссия начала официальную процедуру устранения нарушений за отказ Польши, Чехии и Венгрии принимать мигрантов по квотам. Расследование может затянуться на месяцы, а то и годы. «Чешская республика, Венгрия и Польша не предприняли необходимых шагов. Из-за этого Еврокомиссия решила начать расследование возможного несоблюдения законов этими тремя странами-членами. Нужно быть справедливыми по отношению к тем странам, которые выполняют свои обязательства». Правительство евроскептиков с националистическим уклоном в Варшаве и Будапеште не приняли ни одного беженца по плану, утвержденного большинством лидеров ЕС в 2015 году. Согласно договору, страна должна была облегчить нагрузку на Италию и Грецию. Чехия сначала приняла 12 мигрантов, однако позже объявила, что делать этого больше не будет. «Я напоминаю, что решение, которое мы приняли в Люксембурге полтора года назад, мы приняли вместе. Оно обязательное, и время уже вышло». Суд может наложить на страны крупные штрафы. Самая серьёзная мера наказания, которая им грозит – потеря права голоса в Совете ЕС. «Я искренне надеюсь, что эти страны-члены смогут пересмотреть свою позицию и честно делать свой вклад». Правительство Польши уже заявило, что не согласно с началом расследования. Оно также ещё раз отметило, что переселение мигрантов – неэффективная мера, которая приводит к ещё большему наплыву людей. Варшава призвала ЕС придумать другие методы. В настоящее время, согласно плану, переселили 21 тысячу беженцев, хотя ожидалось, что эта цифра достигнет 160 тысяч. Официальное издание правительства Нидерландов «Статсблат» опубликовало закон, которым ратифицируется соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС. В соответствии с процедурой, теперь Нидерланды передадут ратификационные грамоты в Брюссель. После этого в ЕС объявят о завершении процесса одобрения соглашения. Оно вступит в силу на первый день второго месяца после даты передачи на хранение последней ратификационной грамоты или документа об утверждении. Напомним, что Министерство юстиции Нидерландов подписало закон о ратификации соглашения между Украиной и ЕС накануне. Ранее глава представительства Евросоюза в Украине Хьюхмен Гарелли заявил, что документ вступит в силу 1 сентября. До конца будущего года Украина привлечет 25 миллиардов долларов финансовой помощи от международных доноров. Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман. По его словам, ее получение напрямую связано с проведением реформ, направленных на обеспечение экономической стабильности. Это позволит привлекать иностранные инвестиции и модернизировать промышленность. Во Вьетнаме прошел первый в стране международный фестиваль воздушных змеев. В небе над пляжем Тамтхань летали творения, напоминающие подводных существ и персонажей народного фольклора. Участие в фестивале приняли более 100 человек из 10 стран. 74-летний Леван Куи делает воздушных змеев с детства. Он хочет, чтобы его творения вдохновляли людей защищать морскую фауну. Благодаря нашей коллекции змеев мы хотим призвать всех защищать подводных обитателей. Когда-то воздушные змеи во Вьетнаме были очень популярны. Но сейчас ремесло умирает, поскольку места для их запуска все меньше, а дети увлечены современными гаджетами. Но здесь, на пляже, восторгу нет предела. Я поражена. Здесь много воздушных змеев и все очень интересные. Особый интерес вызывают змеи профессиональных участников из Японии, Тайваня и Южной Кореи. Вот три японских истребителя синхронно выполняют фигуры высшего пилотажа под спокойную народную мелодию. А это летающие дьяволы, которые кружат в ритм известной песни зоулского музыканта. А теперь зрители развлекают летающая копия исполнителя песни «Каннам Стайл». Песня «Каннам Стайл» известна по всему миру. Я хочу всех повеселить и представить корейскую культуру». Фам Ван Там – участник из Вьетнама. Он показал уникальный номер, управляя сразу четырьмя воздушными змеями. «Управлять четырьмя змеями одновременно нелегко. Нужно много тренироваться. Я прикрепляю веревки для управления не только к рукам, но также к плечам и бокам. Это нужно чувствовать, а еще нужно хорошо видеть». Фестиваль посетили тысячи человек. Организаторы надеются, что он станет ежегодным.